Здравствуйте, Руслан. Я благодарю вас за то, что в наше время пришли сегодня к нам в гости. Вы редкий гость. Совсем недавно мы отмечали День ветеринарного работника, с чем я вас, конечно, поздравляю. Вы в этой профессии очень давно, вы профессионал. Мне бы хотелось узнать у вас, как начинался ваш путь в эту профессию, и что нужно знать начинающему ветеринару? Спасибо за приглашение. Путь был простым и нелегким, наверное. Мечта с третьего класса, с девяти лет, и все. Любое хобби. Наверное, с животными, с питомцами вашими намного тяжелее, чем с людьми. Они же не могут объяснить, где им больно, что у них болит, что их беспокоит. С опытом это намного легче. Приходит такой период, когда ты думаешь, как будто третий глаз что ли появился. Потом ты понимаешь в один момент, опа, это ж опыт. То есть ты уже чувствуешь по запаху, по взгляду, по интуитивно. Ты видишь дыхание, реакцию организма. Это как вот человеческий врач, как люди людей видят при патологии определенной, кстати. Вот так и мы их уже созерцаем. И когда они особенно на стационаре, на круглосуточном наблюдении, где постоянные какие-то пациенты. Бывает, что приходят, говорят, ну кто-то в клинике обслуживался. Я говорю, идите туда. Там уже коллеги моего сопровождают, они знают историю. И не просто на бумаге. Как вот этику соблюдаешь. Вот этому заключается, этика не так, как они плохие. Надо правильно сделать, чтобы пришли. Они неплохие, они очень хорошие, порядочные. Просто тошни роботы устают когда-то забывать, ну какие-то моменты. С человеком тяжелее, с хозяином. С животными очень легко, очень интересно. Если никто, грубо говоря, не выносит мозг хозяин, гадости не говорит, не пишет и так далее. Ты вот с удовольствием по двое-три суток сидишь в реанимации с животными. И покемарить есть время, и поработать. И они не сопротивляются, они находят нужную позу и слежат так, как им удобно. И ты капельницу эту ставишь, и все. А у вас есть реанимация? Ну, занимаемся этим. Есть реанимация для животных? Конечно, занимаемся уже давно. Сейчас, кстати, еще коллегам и студентам, будущим абитуриентам, настоящим абитуриентам, которые избегают какие-то моменты. Мы можем похвастаться в ветеринарной медицине, что у нас лучше, даже чем у врачей у многих оборудований. То есть это цифровой рентген, 0-2 секунды снимок делается на экран ноутбука. Это экспресс-анализ за 10 минут. Это биохимические анализаторы, которые я с собой беру. Например, могу в Нальчик-Дагестан поехать или по месту сделать в течение 14 минут анализ. Общие анализаторы лучшие в мире, делать несколько секунд, несколько минут анализ. То есть это не надо там ждать, где-то кто-то мазочек сделать. Микроскопы бесподобные. Левенгук – пожизненная гарантия. Ну и, собственно, спасибо компании «Бальф» и так далее. Вот «Технометод» есть хорошие компании, которые поставляют в Россию оборудование. Гибкие условия тоже навстречу идут, если видят, что ты не лентяй. Развивающаяся клиника, развивающийся специалист, день-ночь можешь работать. Дают лучшее оборудование в мире в рассрочку. Ни лизинг, ни кредит. По честному, мужское слово мне сколько дали. Всего и дают. Будут давать. Как у вас операции проходят? Вы столько интересного рассказали про оборудование новейшее. У вас, я насколько знаю, семейный подряд. Вы с супругой оперируете. Какие у вас там есть животные? Да и вообще я знаю, что ваша клиника сейчас прям развивается, даже будет гостиница у вас. Практически все. И стоматология, и хирургия в лучшем мире. Диагностика ультрасовременная, благодаря которой ты уже на несколько шагов вперед идешь каждый раз. С каждым разом не сложнее, а легче, наоборот. Почему? Потому что намного точнее информация тебе предоставляется, намного быстрее. И опытные специалисты, самое главное. Бир получилось так, что, вопреки всем обычаям отца, при жизни отца назвали младшего Ибрагима. Датчаев Ибрагим Русланович. А в честь него я имя дал клиники. И так что-то самопроизвольно получилось. Бир с Тюркского первого. И как бы вот, как назовешь, так и пойдет. И стараемся. Мать детей моих. А так получилось, что за 13 лет научил. Как-то синхронно получилось. И многие моменты лучше меня, быстрее меня делать, как говорят ассистенты. Ребята, кто ассистируют, присутствуют. Вот. И оборудование. Сейчас девочки, мальчики приходят. Не глупые. Это поколение умнее нашего поколения. От нашего 30-40-50-летнего опыта. От 10-летнего опыта они сейчас стартуют. То, в чему я шел 30 лет, благодаря Сельхозакадемии Ставропольске, где мне очень много дали. Первомайский техникум, что он мне дал. Это вообще да, Всевышний, еще долгих лет. Ветеринарный врач может лечить людей? Ну, мне приходилось еще, будучи студентом, зашивать ребят. В разных ситуациях. В горах, когда ходили. Ну, хулиганили там. То на велосипедах поединили, то на потоциклах. Все с приключениями были, конечно. И нормально. То на каких-то состязаниях, там, конный спорт по крупным собакам. Бывало, хозяева страдали, прислодилось. Помощь оказывать. А человеческий врач может лечить животных? Ну, знаете, сейчас я не знаю, как они учатся. Раньше же тенденция такова была, что мединститут и так далее, они же все, все-таки в большинстве своем опыта прохладили на животных, на лягушках, на крысах линии Вистер. 180-220 грамм вес именно самцы. Это я помню, как педать. Кандидатскую на них тоже защитил, начинал. Начинал на них, а потом на нескольких группах животных. Вот. И медики, я думаю, переквалифицироваться, если можно. А вы помните какой-то такой самый сложный случай в вашей практике? Ты каждый раз, ну, вот операцию делаешь, одну и ту же, она как заново идет. Сложные, конечно, они бывают. Первые твои шаги, когда ты сосуд потерял, его надо и найти, ты трясешься. Вот это, а все равно внутри волны вперед все. И ты это находишь, все это делаешь. Самое главное, не лениться, не растеряться. Угу. У вас есть любимое животное? Да не знаю, всех люблю, значит, такое. Раньше лошадь любимое было, животное там, медведь, собака. А сейчас как-то вот они все кошки, все они хороши. Это как-то в глубоком детстве я слышал, нет некрасивых лошадей. Я потом, говорю, перефразировал, нет некрасивых животных. Вот оно действительно так и есть. Просто с каждым, каждому свое, не с каждым. А змея какая мерзкая? Что, они не мерзкие? Ну вообще присмыкающиеся. А разве они красивые? Да все они хорошие. Вы что? Под микроскопом муху посмотрите. Это же там все цвета радуги, красота какая. Пауки, если у меня в машине или где-то находятся, я их никогда не выгоняю. Муху можешь поймать, просто на улицу выпустить. Зачем их убивать или любить, не любить. Надо нормально относиться к этому. Это живые существа, такие же, как и мы, жить хотят. И хорошо жить хотят. Не болеть. Да. Ну что же, Услан, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, я желаю вам воплощения всех ваших планов, замыслов. И пусть все животные будут здоровы. Спасибо вам. Спасибо огромное.